Примите, пожалуйста, вопросы. Примите, пожалуйста, вопросы. Итак, сегодня мы читаем текст Бхагаватам 6.1.15, который является продолжением 13-14 стихов, которые мы читали в прошлый раз. Очень известный текст, который относится именно к категории чистого, преданного служения, кевала-бхакти. Прочитаем санскрит. Кечит-кевала-я бхактия васудева параянага, аган-дун-ваньки-карцнена, ни-харам-ива-васкарага. Кечит-кевала-я бхактия васудева параянага, аган-дун-ваньки-карцнена, ни-харам-ива-васкарага. Переход. Лиш немногие, лиш немногие, кто безраздельно посвятили себя преданному служению Кришне, могут корнем вырвать сорняк греховной жизни и уже не бояться, что он снова даст росту. Преданное служение, скореняя грех, так же быстро, как солнечные лучи рассеивают туман. И чит-кевала-я бхактия васудева параянага, аган-дун-ваньки-карцнена, ни-харам-ива-васкарахара. Текст достаточно простой с точки зрения грамматики, по глаголу центральной дун-вантии, уничтожают, избавляются от дун-вантии. Итак, кто и что уничтожает? Уничтожают преданное Господа Кришны, преданное Господа Васудевы. Они называются Васудева параянага. Те, кто принял полное прибежище у Васудевы Кришны. Итак, от чего они избавляются? Они избавляются от грехов или от греха. Аггам. Аггам. Агга – грех. Аггасура – грех. Или, может быть, у Васудева параянага. Безраздельные преданы Господа Васудевы. От греха Аггам избавляются полностью. Карцнина. Карцнина. Часто в бакладике слово используются карцнина полностью. полностью. Но каким образом они избавляются? Они избавляются через чистое преднослужение. Тевалая бактия. Тевалая бактия – чистое преднослужение, то есть творительный, криминальный падеж. Тевалая бактия – чистым преднослужением. Предные Господа Васудевы избавляются полностью от грехов. Но такой еще момент, который я не назвал, это кичит. Кичит означает «некоторые». Не так много. Не так много. Некоторые или некоторые из тех, кто занимаются чистым предным служением Господу Васудеве. Безраздельно служит Господу Васудеве. Избавляются полностью от грехов. Агамдун Маке Корснина. Нихарам Ива Баскараха. Точно так же, как солнце уничтожает туман. Баскара солнце. Ива Ива Наче. Как будто Нихарам туман. Нихара туман. Нихарам Ива Баскараха. Как солнце разгоняет туман. Точно так же, избранные предные Господа Васудевы, которые заняты безраздельным предным служением уничтожают полностью все грехи. Вырывают Каши. Тари с корнем вырывают сорня греховной жизни. И уже не боятся, что он снова даст растение. Те, кто принял предыдущие у Господа Васудевы. Лишь те, немногие, кто безраздельно посвятили себя предному служению Кришне, могут с корнем вырвать сорня греховной жизни и уже не боятся что он снова даст расти. Предное служение искореняет грех так же быстро, как солнечные лучи рассеивают туман. Хорошо, давайте почитаем комментарии. Большой достаточно комментарий, но мы, по крайней мере, вначале почитаем. Погналите, пожалуйста, на поклоны, можно ли попросить вас, что вы не можете до... Матуша Оксана, все из вас могут быть. В предыдущем стихе Шукадева Гасвами привел пример с засохшими пьюнками у основания ствола бамбука. Эти растения могут сгореть до тла, но корни их останутся в земле и дадут новые побеги. Также и греховные желания могут снова посетить человека, который обрел философское знание, но не развил в себе вкуса к преданному служение и потому оставил нетронутым корень греха в своем сердце. И потому оставил нетронутым корень греха в своем сердце. Десятая песня Шумадбага в 14.4 говорится. Шия сайким бактимудаси те либо прещанти ей кивала бода лабри пьяни так пытливо изучают природу материального мира, стараясь как можно четче определить край между греховом и благочестием. Но если они не обратятся к преданному служению, у них сохранится склонность к мирским делам. В любой миг они могут пасть и снова погрузиться в кармическую деятельность. Но тот, кто посвятил себя преданному служению, но в том, кто посвятил себя преданному служению, материальные желания угасают сами собой. Ему не нужно предлагать усилия, чтобы избавиться от них. Бактир парэшану бавови рактир аньятра чара совершенствует сознание Кришны, человек естественным образом теряет интерес к материальной деятельности, как благочестивой, так и греховной. Это отличительный признак того, кто развил себе сознание Кришны. Человек теряет интерес к материальной деятельности, как благочестивой, так и греховной. Это отличительный признак того, кто развил себе сознание Кришны, Хорошо, наверное, на этом мы остановимся. Здесь большой комментарий, здесь Шимпрупада. Вот также интересно, потому что Шимпрупада прибудет комментарий. Текст Бхагавадгиты 7.3, Манушина в Сахасрешок, Кашчит и Атати Ситаря, что из множества людей лишь очень немногие стремятся к совершенству, и очень немногие приходят к истинному пониманию Кришны посредством чистого предного служения. Это комментарий к слову «качит» в этом стихе. Кичит, самое первое здесь слово. Некоторые Шимпрупада в комментарии еще говорят, лишь те немногие. И с этим Шимпрупада приводит. Манушина в Сахасрешок, Кашчит и Атати Ситаря. Кашчит, ну кто-то, кто-то из тысяч людей стремится к совершенству. Из тех же, которые стремятся к совершенству, Кашчит, кто-то может быть Манды и Титатватакхана, кто-то обретет истинное знание о Кришне. Шимпрупада, так что приводит. Видите, как интересно. Шимпрупада, по сути, разбирает все слова, которые есть в этом стихе. В этом очень часто делается комментарий. Это комментарий на Кевала Бхакти, чистое преднослужение. Самый известный текст Бхагдара Сандриха Синду, Ани Беллаши Ташунгьян, Дьяна Кармадинавритам, Ану Курьяна Кришнану, Шиланам Бхактир Уттамара, в виде чистого предного служения, которое свободно от стремления к материальной выгоде или успеху на поприще кармической деятельности и в способности изыскания. Человек должен служить таким образом Кришне с любовью. И дальше Шимпрупада приводит квалификацию к классификации грехов, а про Рабда Пиджи, то, что мы говорили в прошлый раз. Вот этот текст, который я хотел вспомнить в прошлый раз, и не вспомнил, он из 11-й песни, 14-й глава, 19-й текст. Кришна говорит, Так огонь способен поглотить любое количество дров, так и предное служение мне, Удала, сжигает отла любые грехи. Тотла. Тоже это слово, как у нас сегодня, Карцнина, похоже на слово Крицна-Шаха, то есть полностью у Удала огонь сжигает Этамси, Этамси, трава, топливо, огонь обращает их в Асмасад, в Пепел. Пепел точно так же к этой Бакти, которая Матвиша Я, объектом которой являюсь Я, говорит Кришна, уничтожает любые грехи. И далее Шил-Паупаду так же приводит к 3-й текст, мы его тоже недавно читали, Дева-Хути превозносит процессы слушания к Тарине, благодаря которым человек избавляется, даже самая греховная избавляется от, даже способен изменить свою прорабдую карму. Какого могущества чистого природного служения. Вот так далее Шил-Паупад еще приводит к классификацию видов Бакти в соответствии с Дживой Гаслами, но, наверное, мы не будем на этом сейчас останавливаться, отдельно почитать, комментарий к тексту, и пример с туманом. Преднослужение Абгаса, даже тень предного служения сравнивается, или отблеск, проблеск точнее, сравнивается с первыми лучами восходящего солнца. Время грехов с туманом. Туман не может заслать весь небосвод, и даже первые лучи солнца тотчас его рассеивают. Грехи уничтожают не просто совершенно зрелое и чистое предное служение, даже как Аббаса Бакти, вот здесь, как Дживой Гаслами, получается, способны искоренить греховные реакции. Так интересно. Достаточно, Рупада в конце пишет, лишь соприкоснуться с предным служением, и туман греховного прошлого рассеется из следа. Еще раз прочитаем текст. Лишь те немногие, кто безраздельно посвятили себя предному служению Кришне, могут с корнем вырвать сорня греховной жизни и уже не боятся, что он снова даст растет. Предное служение, искореняя грех, так же быстро, как солнечные лучи, рассеивают туман. У вас нет возможности говорить сегодня. Можете сказать что-то по поводу этого стиха? Есть, у меня вопрос есть. Это слово «кащит», то есть «деякие такие». У меня запитание, это «деякие среди богатых людей, манушья нам сахасрешу». Чи деякие среди видами? Ну так, интуитивно, я думаю, что это взагалі люди, потому что людский загал, скажем так, потому что «манушья нам сахасрешу». Так, то есть «серед людей, манушья, родовый людинок, манушья нам сахасрешу тысяч. В том, все хорошо, а в этом вирши? В этом вирши как? Как в этом вирши? В этом? Стосуется среди видами у них деякие, может, только. Чи взагалі среди людей в этом вирши? У меня нет ответов, Андреа Павло. Я не знаю, что это вообще. Ну, я думаю, что это «віддень», оскільки тут сказано, что занимается чистым «відным служением». Это уже как бы так «розумеется», что это «віддень», и «практикуют». Я так думаю. И лише деякі из них. И лише деякі из них. То есть это не может стосоваться взагалі людей. Может, я не понимаю точно вашу вопрос. Да. До кого это слово «день»? До кого это относится? До тех, кто занимается чистым «відным служением». И читать. А воно «до васудева парайнаха». Деякі стосуются «до васудева парайнаха». Ті, хто повністю присвятили собі служению, чистому «відному служению» васудеві. Тобто серед них, хто повністю присвятив себя честному «відному служению» васудеві, серед них тільки деякі можуть очиститься від грехів. Так. Ну, знову про те, так? Тому що ми зараз читали, що навіть перші відблески чистого «відного служения» здателі на це, так? Так. 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 Ну, я не знаю, не знаю точно, як сказати. Я можу подивитись коментар зараз вішеновичі Кравакі Токора. Може там щось подивимось, може там щось роз'яснюється. Шоста пісня, перша глава, текст 15. Так. Кіолейбакіа. Тут Ніл, він ще пояснює, що таке Кіолейбакі. Ще поясню Кіолейбакі. Але він каже, ну, тут кічіт. Ну, це в прикладі Бану з вами. Some persons. Тобто, деякі люди. Тобто, можливо, це дійсно, це не ті, це не просто віддань, не тільки віддань, взагалі, ті люди, які вдаються до відданого служіння Крішні, вони, їхні гріки знищуються завдяки чистому відданому служінню. Ну, виходить так, ті, хто вдаються до чистого відданого служіння серед людей. Тоді так? Ну, може і так, тому що в попередніх віршах йшло мова про кармі і г'яні. І серед них віддані тільки деякими, що вважаються, їх не так багато. Тобто, можливо, качити, стосується пов'язаного попередні. Воно стоїть на початку вірша. Це може стосуватися загалу. Так, так. А давайте подивимось, як закінчився попередній вірш. Я по соберемо черг'яно. Так, Іванова, Акшіпань, Ірак, Шіпань, Агам, Махадекі. Ну, так, важко сказати. Він такий закінчений сам по собі. Закінчений. Ну, такого, прямого зв'язку немає з попереднім віршим, але, мабуть, що так, це лише деякі з тих, хто обдаються до інших процесів, коли вступають до практики чистовідного служення, тоді всі вихідки вже, може, знищені і скорені. Ну, так. Тобто, тут мається на увазі деякі ті, хто зайняти бакті. Тому що таке бакті, це воно здатне скореним знищити всі гріхи. Так. Тобто, це деякі серед тих, хто займається різноманітними практиками очищення, це серед них деякі. Серед них. Так. Дякую, Андрею, про бут. Тоді тут, така аналогія, майже, як Баговоді 7.3, тому що не сказати, різні вдаються до, деякі вдаються до практик, але серед них менше чи значно менше кількість, кількість, вдаються до практики чисто від наслужіння. Тобі вже досягають досконалості. Він повинен на відпов ці деякі повинні притримати з тих правил, які слідують далі. Далі? Наступний перший шаг? Наступний на від цьому вірші, тобто, в цьому вірші навіть. Вони повинні бути парайними, вони повинні ціна, як і повинні бути парайними. Повний притумок. А вот інтересно ще, Шил Крупадок говорить здесь безраздельно посвятившись предному служжению, я не обратив внимання в пословному переводе, безраздельно посвятившись предному служению і независяще від погривничества і скупління гріхів, философських искань і благочі їх послуг. Т.е. независяще від того, о чому річ шла в предыдущих стихах. Да, да, це ще розбувається, що це деякі завіда. Так. Я кімців на рапору так. Ви дуже важливі деталі. Матеря Оксана? Прошу, у мене теж є питання. Ви згадували, що цінь відданого служження. Можете сказати, що це саме маєте нам виважити цінь відданого служження? Так. Тепер прийдеться. відданого служження. що це є. Тім, відданого служження. Адбаса. Адбаса. Ніч, Андре, про те, що до вас це похоже. Там в кінці в кінці Джагасвамі говорить. Він про це говорить. Там поясню. Подивіться, я просто немаю можливостей. Так, так. Ви бачите, поясню. Він указыває на разновидності бахтии. Непрерівне прийданого служження в сферу любові, прийданого служження, которое пробуждается время отремени. Непрерівне бывает двух видов. Непостоянне прийданого служження также трех видов. Служження без привязанности Адбаса Бута. Некоторое подобие прийданого служження. То есть подобие прийданого служження, но не говорится здесь, а что именно. Там дали, там дали. Дали, да? Дали. Дали, я считаю. Не требуется тому, кто... Так. Даже наступене Адбаса Бута бахти в сейфері скриняється последствия подкрепленного прошлого. Даже если остались... Но я не вижу описания. Описание опису я не вижу, что тут самое таке Адбаса. Там попередньо... Якщо зрівняти його з попередньми, можна приблизно зрозуміти, что это до рівня нижнь. Якщо з попередньими зрівняти рівнями. Тобто Адбаса Адбаса бахти це такий эквивалент рівня нижнь. Так? До нижнь. Там почитайте попередньше пред Адбаса бахти. Я не бачу. А, добре. Не, тут признов доверить лив. Знаєте, це, мабуть, тут классификація. Непостоянное преднослужение, когда чеки, в свою очередь, бывают трех видов. Служение с подобием привязанности к Господу, служение без привязанности к Господу, без удовлетворения на признание своего положения слуги Бога, и Аббаса Бута. Некоторое подобие привязанного служения. Ну, осознание, вот это осознание своего слуги Бога, это уровень нижки. Это уровень нижки. То есть, можно допустить, что Аббаса это деда, что идет до нижки. Там привязанности еще нет. На уровне нижки нема привязанности еще. Но есть понимание своего вечного слуги Бога. Вот. А тоди логично, что Аббаса это тоже идет до нижки. Так, дякую, что это будет. Оксана, это будет. Дякую. Еще питание? Лишь и немногие, кто безраздельно посвятили себе предному служению Кришне, могут в корне вырвать сорня греховной жизни. И уже не боятся, что он снова даст расти. Предное служение искореняет грех так же быстро, как солнечные лучи рассеивают туман. Если вам большое всем, то здорово будет, потому что вы получите нас внимательно, тщательно понимать, вникать в смысл, просто заучивать. Тогда всем большое спасибо и встретимся в окторник. Уже, по-видимому, будет серия стихов из восстановления демараджа, я могу там так же о величине предновослушания. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо.